Эзотерический сонник. Сновидение, в котором вы увидели одного или нескольких дикарей, свидетельствует о том, что ваши недоброжелатели в реальной жизни проявят особую активность и не будут скрывать свои действия по отношению к вам. Стоит позаботиться, чтобы те палки в колеса, которые они вам постараются засунуть, не сыграли злую шутку с вашей репутацией. Исключите все возможные промахи с вашей стороны. Попробуйте поговорить с теми людьми, кто не желает вам добра. Объясните, что любые вопросы можно решить мирным и разумным путем, не прибегая к непонятным выяснениям отношений за спиной. Таким образом, вы обозначите свою позицию и покажите недоброжелателям и врагам, что вы знаете о их намерениях и не будете терпеть происходящие действия. Сонник Фрейда. Если в сновидении вы видите себя в роли дикаря, это говорит о том, что вам не особо повезет с реализацией собственных планов и стремлений. Возможно, вы неверно выбрали стратегию для продвижения в тех или иных проектах, либо не совсем продумали полностью все действия, касающиеся каждого шага. Никогда не поздно вернуться в начало и еще раз воссоздать правильную картинку. Ведь по итогу вы же хотите добиться результата, а не только на месте сложив руки и горевать о том, что не получилось. Видеть во сне первобытного человека, дикаря, либо аборигена, говорит о том, что внутри вас, в скором времени, могут проявиться инстинкты, и даже желание состояния борьбы за выживание. Вы можете повести себя очень некорректно в отношении других людей и даже аморально. Последствия подобного рода действия могут привести вас к заключению в тюрьме. Будьте очень осторожны и не идите на поводу у собственных инстинктов. Все любые действия старайтесь совершать с точки зрения благоразумия, и тогда вам удастся избежать плачевных последствий, который может сулить вам сновидение. Сонник цветков. Сновидение с дикарем в главной роли является предвестником опасности. Но если в этом сне вы впускаете аборигена в свой дом, то это гарантирует вам то, что в ближайшее время вы сможете обрести богатство и даже найти клад. В современном мире это больше обозначает предрасположенность к наследству и получение каких-либо дивидендов от проделанной работы, постарайтесь не растратить пришедшие финансы и быть более благоразумным. Если в пришедшем сне человек дикарской наружности дружелюбен к вам, то в реальной жизни вам стоит обратить внимание на то, что говорят посторонние люди. Особенно если советчик будет случайным, и казалось бы, его мнению вам не стоит доверять. Все равно прислушайтесь, его компетенция поможет вам избежать ошибок. Он сможет показать вам единственно верное направление в сложившейся ситуации. Так вы сохраните свою репутацию и выйдете в огромном финансовом плюсе из того положения, в котором вы сейчас находитесь. Не пренебрегайте советом. Для того, чтобы убедиться в верности вашего выбора, можете посоветоваться с близкими вам людьми, а именно с родителями или друзьями. Расскажите о тех суждениях и мнениях, которые передал вам человек, и уже после, благодаря коллективным дискуссиям, точно определитесь с тем, что подходит лично вам. Решение в любом случае, останется всегда за вами сонник Миллера. Видеть во сне дикарей, свидетельствует о приближающейся тревоге и опасности. Опасность может быть незначительной, а вот переживания, связанные с ней, имеют огромную силу и влияние на вас. После произошедшего, вы можете быть разбитыми несколько недель. Для того, чтобы не допустить никаких переживаний, постарайтесь все держать под своим контролем. Но, при всем при этом, не напрягать свой ум и свои нервные клетки. Потому что, как известно, они не восстанавливаются. Определите самые слабые стороны во всех сферах своей жизни и проявите большую активность и внимание к тем моментам, где есть самые большие пробелы. Чтобы исключить все возможные недоразумения, которые впоследствии могут привести вас к нервному состоянию и чувству постоянной тревоги, наладьте все, что вас касается. И выполняйте данные обещания. Тогда никаких вопросов к вам ни у кого не возникнет. Малый Велесов сонник. К вам пришло сновидение, где дикари находятся в какой-то экзотической местности, возможно, в тропическом острове, который отдален от всякой цивилизации человечества, свидетельствует о том, что в реальной жизни вы встретитесь со своими врагами и оппонентами в публичной схватке. Возможно, это будет какая-то юридическая сфера в виде судебного заседания, либо вам придется устроить баталии в рамках профессиональной деятельности. Так или иначе, вы проснетесь и будете ощущать очень долго чувство бессознательной тревоги. Возможно даже, где-то опасения и беспомощности. Но стоит также отметить тот момент, что этот сон свидетельствует о том, что в такой оппозиции вы все равно добьетесь успеха. Ваши аргументы будут более убедительные, чем аргументы ваших врагов. Постарайтесь подготовиться заранее и узнать всю информацию, которая вам может понадобиться. Все-таки вы профессионал своего дела, и вы точно должны знать, что будет лучше сказать, и какими фактами оперировать в конкретной данной ситуации. Если вы видите сновидение, в котором дикари, схожие с аборигенами из каких-нибудь африканских джунглей, забирают вас в плен, либо в рабство, это говорит о том, что вы попадете в зависимость к людям, которые имеют плохую репутацию и весьма невежественны по отношению ко всему. Скорее всего, они завладели вами, потому что вы им раскрыли какую-то тайну по своей доброте и доверчивости. Отнеситесь серьезно к произошедшему, и постарайтесь исключить таких людей из своего окружения. Если в силу каких-то обстоятельств сразу это не удастся, то делайте все постепенно. По итогу вы придете к тому, что вас будет окружать только ваши настоящие друзья. И те, кому вы доверяете без остатка, абсолютно не зря. Именно такими людьми стоит наполнять свою жизнь. От них вы получите все самое лучшее, без какого-либо подвоха.